Добрый день, уважаемые слушатели! Позвольте представить вам работу «Нарушение структуры хроматизма сперматозоидов при адиопатическом бесплодии», работу у Пронсутина 3-го курса «Скворцов Андрей», научные руководители, доктор биологических наук профессор Брагина Елизавета Ефимовна и кандидат медицинских наук уролог-андролог Малинина Ольга Юрьевна. Актуальность. 15% семейных пар в России страдает бесплодием, около 25% всех видов бесплодия являются идиопатическим. К причинам идиопатического бесплодия можно отнести бесконтрольное применение лекарственных препаратов, злоупотребление алкоголем, обильное курение и другие факторы, включая экологические и генетические. Целью данной работы являлось исследование структуры хроматизма сперматозоидов при идиопатическом бесплодии. Основная функция сперматозоидов это перенос мужского наследственного материала в яйцеклетку. В норме сперматозоиды имеют плоскую овальную головку с хорошо различимой акросомой и плотно упакованным хроматином. Статус хроматина сперматозоидов может быть независимым параметром для выявления качества сперматозоидов и давать более достоверный прогноз с исхода естественной беременности или вспомогательных репродуктивных технологий. Компактная упаковка хроматина обеспечивает первое целостность сперматозоида при прохождении через сплавы пути и второе – последовательность активации генов в мужском ядре, парануклеусе, после оплодотворения. Методы исследования сперматозоидов бывают самые разные. Наиболее клинически распространенным и, можно сказать, популярным методом является спермограмма, которая изучает морфологические критерии. Также существуют методы, изучающие ДНК сперматозоидов – это EMIS, TUNEL, HALOSPERM, COMET и CSCA. В данной работе мы использовали метод EMIS. Электронно-микроскопическое исследование сперматозоида позволяет нам оценить структуру и функции сперматозоидов. Каждый сперматозоид оценивает по 45 параметрам, сравнивает с нормальными показателями и уже, соответственно, ставит диагноз. Материалы и компоненты исследования. Опять же, метод диагностики EMIS. К критериям оценивания мы отнесли качество хроматина. Оценка выполнялась на продольных срезах, не менее 100 клеток. Сперматозоиды с фрагментацией ДНК и сперматозоиды с внутриклеточными аномалиями. В качестве инструмента мы использовали электромагнитный микроскоп просвечивающего типа GEM1400, компания GEOLE, Япония. В исследовании приняло участие 10 мужчин. Первая пятерка – с отсутствием беременности партнерш на протяжении продолжительного периода. шестой пациент жаловался на невынашивание беременности у партнерши. И с седьмого по десятый наличие детей в предыдущем браке, отсутствие в нынешнем. И, соответственно, нормальная спермограмма. На данном слайде представлен конденсированный, типичный нормальный хроматин. Он визуализируется при микроскопии в виде гомогенной структуры. При нарушении конденсации хроматина в ядрах виден гранулярный хроматин, в котором просматриваются структуры фибрилы толщиной 40 нанометров. На данном слайде представлены результаты исследования. Желтым цветом со второго по десятый пациент я обозначил тех, чья спермограмма показывала нормальные результаты. Как видно, у первого пациента, чья спермограмма давала аномальные данные, подозрения подтвердились. Он бесплоден, у него высокая концентрация сперматозоидов с фрагментацией ДНК, ну и аномальных сперматозоидов в том числе. У пациентов 2-5 бесплодия подтвердилась, у них высокий процент аномальных сперматозоидов и процент фрагментации их ДНК. У 6-го пациента показатели хроматина оказались нормальными, несмотря на выявленные морфологические патологии при спермограмме. Исходя из этого, мы можем предположить, что проблема заключается не в его здоровье, а в здоровье партнерши, и уже ей нужно пройти исследование. И у пациентов 7-10 выявлен тоже нормальный хроматин, несмотря на патологию в спермограмме, эта группа мужчин может иметь детей. В заключении установлено, что пациенты, спермограммы которых демонстрируют нормальные показатели, на самом деле могут быть бесплодными, так как спермограмма не отражает состояние генетического материала клетки. Нарушение конденсации хроматина сперматозоидов ассоциировано с адиопатическим бесплодием у мужчин. И по итогам мы хотели бы предложить такие практические рекомендации. Первое – это вести определение зрелости хроматина сперматозоидов в перечне анализов, которые предшествуют вступлению бесплодной пары в программу ВРТ. И второе – пересмотреть практическую значимость спермограммы в вопросе диагностики мужского бесплодия. На этом всё. Благодарю вас за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо вам за доклад. Пожалуйста, вопросы. Да, спасибо. Если можно, я задам. Скажите, пожалуйста, по методике. То есть сначала проводилась стандартная спермограмма, и потом вы этих людей отбирали уже на своё исследование. Правильно понял? Там у нас некоторые мужчины, они приходили уже от других специалистов, которые им уже делали спермограмму. И всё равно, несмотря на всю терапию, они оставались бесплодными. То есть детей не было. Ну, кому-то мы сами делали для начала спермограмму, потом эмисс, а кто-то уже приходил с ней. Я просто не очень понял с образцом номер 5, по-моему, или 6, да, который пришёл с патологической спермограммой, да, но при вашем исследовании выяснилось, что у него норма, да, что у него нет фрагментации. Да, 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 6. Да, как вы это трактуете? То есть почему он с такой спермограммой пришёл? Ну, это не только он, там порядка, получается, четверо пациентов. И в целом такая статистика, что спермограмма показывает аномалию морфологическую, какую-то там головка, неправильной формы, хвостик. Вот, но при этом, как бы, нормальный хроматин, он не разрушен. И это заключается в том, что спермограмма не отражает генетического состояния сперматозоидов. Вот, она как бы не настолько углублённо изучает их. Ну, то есть морфологический сперматозоид был изменён, да, а генетический материал был в норме. И в паре было бесплодие в этом случае. Я это правильно? Да, да, да. И, в принципе, значит, нужно, ну, по факту партнёршую изучать, её исследовать. Нет, ну, если там есть морфологические изменения сперматозоидов, значит, всё-таки инфертильность может быть и по причине, и мужской фактор может быть, просто он не... В том числе, безусловно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое. Хотя бы один урологический доклад на специфе урологии и гинекологии. Старались. Ну что ж, коллеги, у меня вопросов нет.